Всем привет! Вы на канале Роман с Хайкем. Друзья, позади все майские праздники. Я, как говорил, 4 мая прилетел в Пермь и вот записываю выпуск из своего офиса Алды моего канала. Наверняка помнят эти синие стены, так что вот небольшая такая минутка ностальгии. В этом выпуске хочу записать вам все последние новости, такие самые крупные трансферы, которые произошли в КХЛ за эти дни, в том числе праздничные. Их собралось не так, чтобы уж очень много, поэтому по самым ключевым пройдусь. Немножко расскажу про те слухи, которые есть, о которых больше всего говорят. Ну и, собственно, на этом закончим. Поэтому заранее давай прожимай лайк, подписывайся на канал, если все еще этого не сделал. И погнали! Этот выпуск снят при поддержке моего партнера, букмекерской компании FONBET. Сейчас впереди еще много интересных соревнований. Чемпионат мира по хоккею, плей-офф НХЛ, Лига чемпионов. Вчера был футбол, Реал против Манчестер-Сити. Сегодня Миланское дерби. Так что по промокоду ROMAHOKEY можете зарегистрироваться в приложении или на сайте и получить фрибет 2000 рублей. Ну и давайте теперь к самим переходам. В первую очередь еще 4 мая произошел трансфер. Андрей Чибисов перешел из Магнитогорского металлурга, в котором провел 5 последних сезонов в Челябинский трактор. Мне Чибисов всегда очень нравился. Ну, по крайней мере, вот эти годы, когда он стал играть много на виду. Потому что он же один из немногих игроков, который пришел так из ВХЛ. Съездил там в Северную Америку. В итоге в Магнитке он реально вырос очень сильно. Даже играл за сборную России. Стал серебряным призером Олимпийских игр. Ну, вот в последний сезон как-то все так ни шатка, ни валка было. Но при этом Чибисов, он такой силовой форвард с очень классным броском, который может забрасывать там 20 плюс шайб. Я даже в своей телеге сделал прогноз, что он забьет 17 или больше шайб. В общем, хорошее приобретение для трактора. И посмотрим, как Чибисов будет интегрирован вот в эту систему. Потому что в тракторе хороший состав набирается. И там есть тот же Бурдасов, да, элитный снайпер по меркам КХЛ. И вот как Чибисов вольется во все это. Сможет ли он преодолеть вот этот, может быть, свой кризис. Непонятно, с чем связаны, которые у него были в Магнитке. В общем, отличное усиление. Контракт на один сезон. И где-то 55-60 миллионов. Вот такой оклад. По крайней мере, то, о чем я читал, о чем слышал. Обязательно пишите в комментариях, особенно болельщики трактора, как вам этот переход. И как вы считаете, сможет ли Чибисов реально усилить трактор. Дальше. Следующий переход. Очень классный. Кирилл Воробьев. Капитан нефтехимика. И человек, который заблокировал больше всего бросков в этом регулярном чемпионате. Их набралось 192. На втором месте же Дамир Шеребзянов. Из-за авангарда потом Кирилл Готовец. В общем, Кирилл Воробьев уходит с нефтехимика и переходит в автомобилист. Контракт на два года. Я не знаю, не нашел зарплату, которая у него будет. Наверное, чуть позже появится. Но знаю, что в нефтехимике его контракт был 10 миллионов всего лишь. При том, что защитник действительно интересный, полезный. Может играть в меньшинстве. Пластаться. Настоящий боец характера. Мы с ним пообщались впервые в Омске, когда я приезжал на матч в честь Родиона Амирова. В поддержку Родиона Амирова. И остался там в Омске на матч с нефтехимиком. И там взял у него интервью. В общем, Воробьеву удачи. И считаю, что для автомобилиста реально клевый переход. Надеюсь, что в системе Заварухина Воробьев сможет прогрессировать. И это окажется выгодная сделка и для игрока, и для клуба. Дальше. Салават Юлаев, Вячеслав Лещенко. Не все, конечно, это так отреагировали болельщики хорошо. Потому что вроде как из нефтехимика такой игрок. Маленький опыт игры в плей-офф. Но при этом я знаю, почему на него обратили внимание. Все-таки действительно Лещенко играл хорошую роль, важную роль в нефтехимике. И мне кажется, его ключевое преимущество, вот у него очень хорошая скорость. Он прям все делает быстро. И сейчас, когда хоккей идет как раз в эту скорость, уходит. Стараются все играть быстро, быстро двигать шайбу. Все, чтобы было мобильно. Я считаю, что Лещенко может в этом смысле помочь и Салавату в том числе стать еще быстрее. Более того, какой-никакой опыт у него есть. Это уже взрослый игрок. И самое главное, что он и создает моменты, и реализует. У него там много голов в меньшинстве, хороший кистевой бросок. Так что Лещенко для глубины состава выглядит неплохо. Если на Лещенко все трансферы Салавата остановятся, тогда это будет, да, наверное, не самым лучшим. Но сейчас, вот так в моменте, знаю, что в нефтехимике очень расстроились потери этого игрока. Но Салават сработал неплохо конкретно в этом случае. В прошлом сезоне в нефтехимике было 20 миллионов. Думаю, что Салават дал чуть-чуть побольше. Тоже не знаю пока информацию. Но Лещенко в Уфе. И будем смотреть и ждать, сколько сможет он забросить в этом сезоне. Ребят, как оказалось, не записался у меня кусочек про Авангард, про Гераскина, которого я вывел даже в превью. Поэтому сейчас быстро запишу. Надо уже в аэропорт ехать. Значит, что я думаю по поводу Игоря? Я считаю, что это классный молодой игрок с потенциалом, который может прогрессировать в ближайшие годы. Поэтому с этой точки зрения плюс. И еще плюс то, что контракт сразу на 4 сезона. Это значит, что Авангард сможет строить свою команду вперед с таким прицелом. И это как раз одна из проблем, о которой часто говорил и сам Крылов. Что каждый сезон, каждый межсезон, команда очень сильно меняется у Авангарда. Нет как бы длительных соглашений. И это не позволяет понимать вообще, какая команда, куда она идет. Да, может быть, Гераскин не самый лучший вариант. Я знаю, что Авангард хотел там Алистерова. Но рынок такой, да, я опять это повторяю. И с учетом того, как Гераскин играл в Северстале, и то, какие за него сейчас заплатили деньги, как на него рассчитывают, какой это ход с точки зрения того же Курьянова, генменеджера, очевидно, что Гераскину будут давать играть. У него будет хорошая роль. Может быть, он будет выходить в большинстве с иностранцами, да, с Бушес на этом. Будет набирать очки. И это круто. В Омске потрясающая арена, потрясающая инфраструктура. Так что, может быть, Гераскин вырастет в какого-то вообще супертопового игрока и через 4 года выйдет на рынок свободных агентов и вообще будет там претендовать на большущую зарплату. Так что здесь большой плюс. Что касается вообще оффершитов, то, конечно, тут и про магнитку надо сказать, да, что сейчас об этом все пишут, что два оффершита и Гераскину, и Алистрову получились в молоко. Алистрову вроде как обменяют в СКА, а Гераскин ушел из-под крыла Разина. Будет теперь в авангарде. Ну, я думаю, что у магнитки еще будут возможности кого-то подписать, потому что, может быть, кто-то из иностранцев еще будет. Сейчас вот буквально недавно появился слух про Панюкова, что вроде как магнитка на него претендует. В общем, будем следить, будем смотреть. Ну и, ребят, прожмите лайк за наши старания, потому что и со звуком, да, там в офисе было не очень эхо какое-то. Ну и сейчас, видите, на улице записываю. Поэтому поддержите, если все окей, там палец вверх и, ну так, на будущее. А встретимся уже в Москве. Еще один переход с участием Салавата Юлаева или игрока, который был в Уфе. Это Андрей Кореев переходит в Спартак. Об этом говорили инсайдеры, сообщали об этом. И я очень рад, потому что Спартак становится прям местом, где собираются игроки, которым у меня лично очень большая симпатия. Я считаю, Кореев провел очень хороший сезон в Уфе. Считаю, что неправильно ему не давали играть. Понимаю, что у Андрея, может быть, не самый лучший характер. Но в любом случае Кореев вот в тех матчах, в которых он играл, да, не обходилось без ошибок. Но в целом было видно, что Кореев это реально вратарь, который может быть основным на уровне КХЛ и может реально выручать свою команду, давать ей возможность побеждать. И учитывая то, какой состав собирается сейчас в Спартаке, я думаю, что Кореев будет основным, будет много играть и, думаю, будет выручать команду Алексея Жамнова. И тут со всех точек зрения это хорошая сделка для красно-белых. Очередной плюсик команде, который вот так вот усиливается. И это даже вот в эти первые дни, когда буквально там, да, две недели, грубо говоря, прошло, а с учетом праздника вообще можно сказать, что одна рабочая неделя. В общем, Закареева рад, буду за ним следить, буду надеяться, что вы, если подпишетесь на мой телеграм-канал, по ходу следующего сезона будете видеть с ним много интервью, потому что Андрей, ну, опять же, да, мне очень нравится. По ЗП не знаю, сколько у него, но думаю, что тоже там более-менее хороший контракт, потому что Корееву нужно показать себя. Если он себя хорошо покажет, то в следующем сезоне за него реально может быть настоящая охота, и он может сильно увеличить свой оклад. Еще один игрок, который в прошлом сезоне выступал в Салавате, это Виктор Антипин, и он перешел в Челябинский трактор. Я знаю, что Виктора, в принципе, хотели оставить в Уфе, но трактор сделал чуть более, видимо, выгодное предложение по деньгам, хотя я считаю, что Салават, в принципе, Антипина смог реанимировать, потому что, вот помните тот обмен, который состоялся с участием Лесовца, с Витязем? Тогда Антипин приезжал, и вот за эти полтора сезона, мне кажется, он добавил в Уфе, стал таким более стабильным, хотя то же самое, да, есть определенные моменты по марочке, вот тот же гол, который забил Шевченко, про который я говорил в одном из выпусков трансферов из «Адмирала», он забил как раз, когда Ежов пропустил, там был Антипин, который не смог поставить клюшку в стык, то есть как-то вот Антипин не является таким супер... как бы мы все помним, каким он был раньше, но сейчас это уже не тот Виктор, посмотрим, как он сыграет в «Тракторе», какая у него будет роль, будет ли он выходить в большинстве, но в любом случае такой примерно непроигрышный вариант для «Трактора», потому что рынок, как мы все знаем, не такой обильный, ну и Салават, наверное, не может сильно расстраиваться, из-за того, что Антипин ушел. Еще одно приобретение для московского «Динамо» Егор Морозов из Череповецкой Северстали, который 4 года провел в команде, переходит в «Динамо», неплохой игрок, практически там, по-моему, рекорд он поставил по очкам, или второй в истории своей карьеры результат, но такой неплохой игровичок, я думаю, что найдет себе место, плюс 28 лет, так сказать, контракт на 2 года, «Динамо» практически ничем не рискует, и усиливает, и создает глубину для своей команды, а Кудашов уж с такими ребятами работать умеет. Еще одна новость из Акбарса, Дмитрий Воронков все-таки подписал контракт с «Коламбусом» и уезжает туда на 2 сезона, будет интересно смотреть за Димой в Северной Америке, в НХЛ, как он там впишется. У «Коламбуса» не самый сильный состав, потому что кажется, что Дима сможет там заиграть, сможет найти свою роль, обрести себя, и вообще Воронков, если он закрепится в НХЛ, то будет круто, да, с прицелом там на далекое будущее, когда нас вернут, что у нас будет такой игрок с опытом игры в НХЛ, который вот именно может быть таким для меньшинства, для такой борьбы, знаете, залезать под кожу, типа Маршинда, да, который есть в Бостоне у канадцев, и у канадцев вообще всегда есть такие игроки, у нас Воронков тоже может стать в элитного игрока, который может вот выполнять все эти функции, и при этом быть полезным с точки зрения там игры в большинстве, игры в нападении, и этот сезон, и этот плей-офф с Радуловым, в принципе, это показал, потому что Дима умеет забрасывать эти важные шайбы. Еще, конечно, много слухов связано со СКА, в том числе там Артем Сергеев, который вроде бы туда тоже переходит, из ЦСКА контракт на три года, плюс слухи про Адама Рейдеборна, все говорят, что он в Уфе, у меня есть инфа, что его вроде как там не будет, по крайней мере я об этом слышал, поэтому болельщики Салавата не стоит пока так сильно критиковать, потому что большинство мне пишут, что Рейдеборн это ошибка, спасибо за сезон сразу. Опять же, да, если у вас есть мнение по этому шведскому голкиперу, пишите в комментариях. Я думаю, что если Рейдеборн на рынке, если его кто-то возьмет из клубов КХЛ, это одно дело. Если еще есть возможность подождать кого-то из вратарей Северной Америки, то, наверное, разумнее взять какую-то паузу, посмотреть вообще, кто есть на рынке, кроме Паскуали, и тогда уже выбирать и принимать вот это решение, потому что очевидно, что после такого плей-офф, который Рейдеборн выиграл в составе ЦСКА, его зарплата реально вырастет, и придется отдать достаточно солидную сумму, но при этом Рейдеборн не является таким, знаете, как вот про какого-нибудь вратаря вот говоришь, который играл в КХЛ, сразу такая уверенность, что все будет хорошо. Вот с Рейдеборном лично у меня такой уверенности нет, поэтому снова будем ждать, будем смотреть, что будет происходить. Ну и вообще сейчас такое небольшое, может быть, затишье. Все ждут, какие игроки освободятся, в том числе у СКА, потому что СКА сейчас уже имеет перебор в зарплатной ведомости, и очевидно, что им придется каких-то игроков менять, и может быть, как раз какие-то команды, которые сейчас нуждаются в хоккеистах, смогут поучаствовать в этих обменах. Ну и, конечно, ждем развязки истории с Грицуком, все-таки окажется ли он в СКА, будет ли это обмен, какой это будет обмен, большой или игрок на игрока. В общем, еще очень много всего интересного. За всем этим, конечно же, будем следить, буду вас информировать. На этом у меня все. Если все понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, и, конечно, напиши свое мнение о том, что ты думаешь по поводу тех трансферов, которые касаются именно твоей любимой команды. Ну и, конечно, самое главное, этой весной, этим маем, не забывай, что у тебя роман с хоккеем. Всего доброго!